Всем привет! Это очередной выпуск неправильного обзора ножей под рубрика «Реакция», в которой я рассказываю свою реакцию на разного рода видео по ножевой тематике, что я нахожу в сети. Вот что меня такое интересует конкретно, вот что мне по кайфу. И вот сегодня мне захотелось такой, знаете, трольчатинки, такого, знаете, троллинга конкретного. И вот я нашел видео вот этого товарища, товарища зовут Йорк Шпреве. То есть это ножевой блогер, ну как ножевой блогер, это блогер немецкий, оружейный блогер немецкий, который является владельцем магазина вот GoGun, в котором продаются так называемые свободное оружие. Это разного рода арбалеты, луки, писи-пишки. И вот этот товарищ известен тем, что он разработал магазин для лука и для арбалета. То есть это такой достаточно известный в узких кругах любителей пострелять из арбалета, арбалета из лука товарищ. Ой, что-то мне надо, так сказать, освежить горло. Да-да, я же в Германии пью Гиннес. То есть это тоже такой троллинг, чтобы понять, такой тонкий троллинг. Есть тонкий троллинг, есть толстый троллинг, а есть лысый троллинг. Вот это вот, вот это вот лысый тролль. Вот это такой товарищ, блин, он выкидывает, значит, на YouTube разного рода видео, где ему как бы все не нравится, ну или как бы вот такого типа видео. Был ли мой дедушка нацистом? Ну и на основании хайпа с этого видео он продвигает свой магазинчик, где продает всякого рода оружейку. Такой, так сказать, у него бизнес-план. Вот, молодец, товарищ. А что же он может в ножах? Ну, помимо того, что у него на сайте продаются достаточно неплохие ножи, по очень, так сказать, дорогим, так сказать, врут ценникам, прям мурашки по коже. Но ножи действительно не самые такие отстойные. Да и сам он конструирует ножи. Первая его модель это была, это был такого типа кинжалоид по мотивам европейского меча Ульрихт. То есть средневековый меч Ульрихт в Европе был распространен. И по его мотивам он сделал типа кинжалоид. И такое достаточно интересное у него архитектура лезвия. Вроде как бы и, это как бы и двустороннее лезвие. Ну, как бы, я бы сказал, что это как две танта сложить вместе. Вот тогда ты получаешь вот этот вот Ульрихт. Ну, обухом друг к другу. А у него это как-то все гармонично сложилось в одном ножах. Хотя вид у него полное говно и кустарщина. То есть первая модель была лажа еще та. Я ее себе не купил. Хотя вот сейчас за 500 евро мог бы где-нибудь ее себе на eBay пытаться продать. Потому что стоило это 99, где-то в 5 раз меньше. Ну, ладно. Что прошло, то прошло. Как говорится, не повезло. Бабки не заработал. Он владелец этого магазина Гуган. И сейчас он покажет нам второй свой ножик. Второе свое, так сказать, пришествие в ножевую, в наше строение, в ножевую, так сказать, индустрию. И этот второй ножик называется Покетчете. И вот из его названия Покетчете уже как бы можно понять, что это карманные мачете. Почему? Почему это карманные мачете, и вот эта модель конкретно ножа, является троллингом? Да потому что немецкие законы позволяют тебе носить вот такие вот карманные мачете. То есть ножик, который огроменный, такой здоровенный, тяжеленный, с ним можно ходить. А с каким-нибудь, я там не знаю, спайдеркой, который там, ну, блин, я не знаю, там, что у нас там какой-нибудь, ну, даже ниндела там какая-нибудь, а делика. Вот спайдерку делика ты с собой взять на карман не можешь. Вот такие вот у нас радостные тибетские законы. И сейчас он нам презентует вот этот свой новый нож. Давайте это все посмотрим. Несмотря на то, что этот товарищ, он типа немецкий блогер, я, значит, нашел его английскую версию, так что наслаждайтесь. Нам показали комплект поставки, что в коробочке у нас есть два ножек и два к нему чехла. Один чехол, чтобы носить его в открытом состоянии, другой, чтобы носить в закрытом состоянии. Ну, вот, глядя вот на эту вот, ну, вот прям вот по картинке видно, что это какая-то дешманская шняга. Ну, полное говнище, как бы, вот это вот эти ножны. Поэтому, вот, блин, посмотрите вот этот вот. Это даже не этот, не Нилон 600, это какая-то другая вот такая вот китайская шняготень. Ну, в общем, полное говно дешманское. Оно еще не достается. О! Ну, и сразу же, как бы, достали ножик, показали, и вот его характеристики. Название Покет Четы, карманная мачета. Дизайнер Йорк Шпеве. В открытом состоянии 41,5 сантиметра. В закрытом 28. Если посмотреть размеры лезвия, почти 24 сантиметра. Вес. Вес 850 грамм. 850 грамм вес ножиков. 8,5 раз больше, чем у Эндуры. При этом лезвие имеет 4 миллиметра толщины по обуху. Вот здесь вот у нас должны были стоять плашки. Толщина плашек. 4 миллиметра по обуху. Материал лезвия Д2 сталь, которая коррозирует. Которая, значит, ну, полное говнище в плане за такие деньги. За 250 евро. Ножик вот тот вот стоит 250 евро. Вот вдумайтесь, блин, вот та вот шняга с дешманскими вот этими вот чехольчиками. Она стоит 250 евро. G10 на рукоятке. Замок какой-то, как называется, 2-fold bedlock. Это значит, что он закрытый и открытый. В общем, в закрытом и открытом положении он типа закрытый. Там по видео дальше покажут, поймете. Всего выпущено 5000 штук. Лимитировано. Каждая подписана. Каждая с номером своим. Поехали. Какая Микарда? Че он там про Микарду-то гахнул? Не может быть, что вот этот вот коромысло замка было из Микарды. Как? Не, я понимаю, что товарищ на конструктора не учился. То есть, это как бы конструктированные навыки у него на нуле. Судя по тому, что он Уллер их сделал вот так, как он сделал, это полное говнище. Прям с точки зрения дизайна. Но если здесь спейсер сделан из Микарды, это полное говно. То есть, такого быть не может. Там не может быть Бикарда. Она же держит вот это вот огроменное лезвие. Не может там быть Микарда. Если там Микарда, это полная жопа. То есть, им просто пользуются, нельзя этим на жопу. А он там раскрошится нахрен. А, чтобы вы понимали. Товарищ не просто тролль. Он тролль как бы лысый. Он даже колд стил здесь от троллера. Он тупо взял их замок, который называется Триотлок. Но так как там в патенте сказано, что вот этот вот пин, шпинек, который стоит вот здесь вот. Он круглый. Он его здесь сделал. Сексагон. Сексагон. Что это у нас? Ахтагон. Сексагон. Это восьми, шести. Шести. То есть, он сделал его шестиугольным. В результате он таким образом обошел патенты колд стила на замок Триотлок. Тролль. Тролль. Посмотрите, патентный тролль. Лысый тролль. Блин, вообще, блин. Итак, когда вы хотите нож открыть из закрытого положения, вам все равно нужно нажимать на Backlog. То есть, вот это вот и есть та система, которая не позволяет вот этому вот лезвию из рукоятки выплыть неожиданным образом. Ну, то есть, такое вот достаточно интересное решение. И вот он говорит, типа, что если вам нужно его раскрыть, вам это займет там одну секунду, а возможно две. Такой товарищ. И вот он нам показал эти ножны, которые, типа, вешаются на пояс. Ну, блин, я не знаю там. Знаете, что и горизонтально можно на пояс повесить? По-другому как-то себе это не представляю. Вот этот нож, как бы, в красоте всей своей. Вот он нам хочет рассказать, что здесь в этом ноже особенного, а я вам не даю его послушать. Вот он говорит, типа, что это такая вот хеви, типа, тяжеленная такая вот, огроменная такая, шняготень полная, так сказать. Которая, замок там почти неразрушаемый. Ну, да, типа, если это еще из микарды сделан, как он сказанул-то, это, блин, вообще, ну, кусочек-то стали, это прям такие. Д-2, Д-2. Какая микарда? Это 3Г. Так, я понял, что он имеет в виду микарда. Это не микарда, это Г-10. Я прямо отсюда вижу, и в описании было Г-10. А вот и начался троллинг. Троллинг немецкого законодательства, где он говорит, типа, ну, мол, ребята, на самом деле прикол этого ножа в том, что вы с ним можете ходить по Германии. Хотя вот даже вот с такими вот маленькими ножами по Германии выходить не можете. Ну, там, например, больше 12 сантиметров сейчас фикс. А вот конкретно с этим ножом, у которого 20, почти 24 сантиметра лезвия, вы с ним можете ходить в два раза больше того, что разрешено у фиксов. И с этим ножом можно ходить по территории Германии, потому что по немецким законам, если он складной нож, то это можно делать. И этот складной нож, и это можно делать. Да, нож должен быть не только складным, но еще и открытие и закрытие у него должно быть двумя руками. И так как здесь и открытие, и закрытие сейчас двумя руками, то это легальный нож в Германии. Вот, вот, вот оно идет. Вот оно идет, лысый троллин. Он говорит, что не все полицейские вам поверят, что это легально. Поэтому прямо на ноже они нарисовали QR-код. И если этот QR-код отсканировать смартфоном, он вас переведет на страничку, видимо, где вам, так сказать, ну, чтобы полицейский мог прочитать, насколько он дебил. Ну, какой, какой тролль. Лысый тролль, какой хорошенький. К приеднике, блядь, лысый тролль. Вообще, блядь. Типа, полицейский будет вот этот QR-код сканировать и просвещать себя в юридическом плане, с какими ножами можно ходить по Германии. Прикиньте, какой это троллинг. Ёлы-палы, ребята. Я прям прослезился. Я прям прослезился, ребята. Я прям прослезился здесь за кадром. Ах, хренеть. Вот, вот что значит троллинг. Вот это я понимаю, блядь. Вот он говорит, что, конечно, немногие будут этим страдать. Это хернёй, как бы, развлекать так полицейских. Ну, ходить с этим ножом. Во-первых, потому что это коллекционная вещь. А во-вторых, потому что тяжёлый до хера. А, вот, 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 типа. Вот и пошёл маркетинг. Типа, говорит он, типа, коллекционная вещь. Пять тысяч всего будет выпущено. Второго, так сказать, рано, второго запуска не будет. В общем, пошёл маркетинг. Вот, типа, они все прономерованы. Вот, типа, если вы пользуетесь по назначению коллекционными ножами, они быстро теряют свою ценность. Ну, короче, говорит, типа, чтобы им не пользоваться. Ну, вот, он говорит, типа, что он не комменует вообще, что-то этим ножом делать, если вы хотите сохранить его коллекционную стоимость. Но при этом, как бы, говорит, что это полностью функциональный нож. Троллинг, ёлы-палы. Ну, и, как бы, для сравнения. Вот у нас есть какой-то кусок чего-то там, который незаконно носить в Германии. А, незаконно его носить по Германии, потому что лезвие фиксировано и больше 12 сантиметров. Троллинг, троллинг. Вот, как бы, ещё один пример того, насколько немецкая законодательство на тупорылое. Вот это вот какой-то бёкер, вот это вот зубочистка. Она из-за того, что она двустороннюю имеет заточку, она относится к категории запрещённых ножей, к ношению. Если у тебя нету этого, Waffen-Shine, если у тебя нету охотничьего билета. То есть, без охотничьего билета, вот эту зубочистку вы с собой носить не можете, потому что она имеет двустороннюю заточку. Ну, и, опять-таки, здесь есть замок, и это, как бы, нож, который... Плюс ещё это, типа, фронт, аутфронт, это ОТФ-нож, правда, не автоматический, а мануальный, но всё равно, типа, в законодательстве нету разницы между мануальным и автоматическим ножом. Если он открывается спереди, это уже, как бы, запрещено. То есть, тоже тупость редкая. Трой, я люблю Трой. Вот там товарищ расскажет, как быстро вы можете открыть этот нож. То есть, он показал, что, типа, достал, раскрыл и закрыл. Да, двумя руками. Но если вы, типа, если, типа, прожжённый выживальщик, знаете, такой, прям, с тебя есть, тактикульщик, то вы чётко знаете, что открывать нож нужно только двумя руками. Потому что это самое безопасное открытие. Когда вы открываете нож двумя руками, вы контролируете лезвие до самого последнего момента, когда у нас замок закроется. Если вы флипуете или делаете это одним пальцем, есть вариант, когда, типа, или замок не закроется, или лезвие не доведётся. И вы это не почувствуете, потому что при флипе вы лезвие отпускаете, и вы уже его не контролируете. То же самое касается и автоматических ножей. Когда у тебя нет стопроцентного контроля над лезвием, в тысячах, в десяти тысячах случаях всё будет хорошо, на десятитысячный раз у вас произойдёт какая-то фигня, и это может попасть как раз на тот момент, когда эта фигня вам станет, как говорится, поперёк всего. Поэтому все профессионалы-выживальщики открывают даже однорукие ножи двумя руками и делают это достаточно быстро, они просто это натренированы, чтобы обезопасить себя от всякого рода неприятностей. То есть, когда замок не закроется, или лезвие не встанет, или вдруг там вообще сломано всё, там из-за грязи не получилось. Поэтому открываем нож двумя руками. И это правильно. И вот этот нож, это не единственный нож, который вы можете купить, который как бы легально носить по Германии, вот такого размера. Конкретно вот у этого товарища в коллекции есть ещё два каких-то изэпляра других моделей, которые тоже в такой же законодательной ситуации находятся. Он их сейчас нам покажет, при этом расскажет, почему вот этот дизайн ему кажется лучше. То есть, опять маркетинг, почему это лучше, чем аналогичные аналоги. Итак, первое, о чём он вспомнил, но я тоже об этом подумал, это двурукий опинель номер 13. То есть, если у вас есть желание пользоваться опинелем двумя руками, вот, пожалуйста, 13-я опинель. И так, это типа опинель номер 13, который достаточно лёгкий, потому что у него там деревянная рукоять, потому что у него там лезвие достаточно тонкое, как у всех опинелей. И нужно вот этим вот виролоком там как бы его фиксировать, потому что если тебе вот такое лезвие сложится на руки, а вот длина всего этого ножа там порядка полуметра, может даже, по-моему, и больше, если я не ошибаюсь, то если тебе такое на руки сложится, мало не покажется, как бы фиксировать надо. А вот что ему не нравится, что он действительно большой. На самом деле, я вот, например, люблю двурукий опинель, но он мне нравится. А вот ему не нравится, он считает, что это большой. Он думает, что это кто-то будет ложить в карманчик. Блин. Вот тральчина, вот тральчина. Да этот нож берёшь в руку, и алга кому-то по лбу, и всё, блин, ему уже ничего не надо. А опинель номер 13 даже не надо раскрывать. Ты просто берёшь вот это вот, и у кого-то хрясь по башке, и до свидания, то есть, блин. То есть, этот нож, который не нужно приводить, лезвие открывать, бабашки дал, до свидания, блин. Вот он говорит, что надо замок этот постоянно закрывать, потому что вот это лезвие имеет определённое свойство открываться. Причём открываться неожиданно. Говорит, что дизайн, типа, большой, ну, типа, размер у него большой, типа. И вот если сравнивать с тем, что он изобрёл, то вот лезвие имеет, примерно, одинаковый размер. Но вот рукояти, я так понимаю, имеют размер разный. Ну, не знаю, не знаю. Как по мне, то, что ты можешь пользоваться двумя руками, вот эта штука, это, наоборот, плюс. То есть, двуручный нож, это ж по кайфу. А то, что ты одной рукой делаешь, ну, как бы не так это. Как по мне, вот этот довод, что его конструкция лучше, из-за того, что рукоятка меньше, это такое. Это маркетинг. Чисто показать, что у меня есть отличие, сказать, что это отличие лучше, но я бы не сказал. Как по мне, вот эта рукоять лучше. Да, в плане замка, вот этот вот поинтереснее будет. Потому что этот виролог, это такое, забыл и всё, и пальцев нет. Вот, и в закрытом состоянии они имеют одинаковый размер. Так что, когда он говорит, что вот это сложно засунуть в карман, вот это тоже, по идее, тоже в карман никто ссувать не будет. Я имею в виду, что он не может быть ни длиннее, чем длиннее, чем длиннее, чем длиннее. Да, вот он говорит, да, вот он, вот еще у него какой-то... Так, закончим пока с тем, куда-то перескочили. Вот, значит, он говорит, что по сравнению с 13-м аппинелем, его конструкция лучше тем, что замок автоматический, то есть, когда ты его открываешь, там не нужно вот эту вот штуку туда-сюда поворачивать. Там уже сразу всё замыкается на бэклоке, или на его варианте, скажем так, триатлока. То, что как бы открывать-закрывать его проще, потому что здесь всё-таки вот это лезвие, оно типа... Если разбухла деревяшка, его будет достаточно сложно открыть. Ну и как бы говорят о том, что в карман можно засунуть легче, но я как бы это... это я бы поставил под сравнение. Единственное, что как бы действительно вот конструктивно, если вы выносите в ножнах, вот это в ножны вы не засунете, а вот то, в принципе, в ножны можно засунуть. Нет, ну, как бы второй нож, который он хочет показать, это Midgard Locking Valhalla. Сделанный он по дизайну итальянскому, то есть, это не дизайн Midgard, это патент итальянский какой-то, но это охрененный ножик. Охрененно классный ножик. Офигенский ножик. Я, блин, вообще... Я его хотел купить, я прислал, я его в eBay хотел купить за 500 евро, и мне сказали, нет, покупай за 700. То есть, как бы, ну, сейчас его даже за 800 купить нельзя. То есть, эти даже если где-то и вылазят, 750-800, это считай счастье, если ты его как бы купил. То есть, вот такой вот охрененский ножик. Стоил когда-то 350, теперь уже все. 700, 900, это его цена. Охрененский нож. Сейчас нам покажут, как он работает. Мне очень нравится. Я его купил. Он полностью продал. Они только сделаны 150 кусочек. И я думаю, что я имею в виду один из этих протоков, потому что он назвал OOO, из 150, и я думаю, что они сделали 10 из них, или 15. Так что этот ножик очень особенный, потому что, как он открывается, как вы видите, там есть сложный леверный систем. So you swing out the blade like so, and then it opens like so, like magic, like a 3D puzzle. Ну что, вы это видели? Вы это видели? Вы видели, как открывается? Давайте еще раз. I think they made like 10 of those, or maybe 15. So this knife is really special, because the way how it opens, as you can see there, say, like a complicated lever system. So you swing out the blade like so, and then it opens like so, like magic, like a 3D puzzle. У этого ножа особая система рычагов. И вот когда он раскрывается и закрывается, это просто магия, как 3D puzzle. Это, блин, игрушка. Это кайф, ребята. Я когда этот нож увидел, я прям так захотел, так я его захотел. Вот товарищу тоже нравится, такая вот кусок ножа, это, блин, прям вообще по кайфу тоже. Говорит, что нож классный, но у него есть как бы недостатки. Ну вот он говорит, что первый, так сказать, разочаровывающий недостаток, это то, что длина лезвия как бы меньше. Но давайте посмотрим. Здесь лезвие, оно как у нормального охотничьего ножа, а здесь лезвие как у топора какого-то. Причем, что это не сканди спуски, это еще там есть подвод, то есть эти бы вы, в лучшем случае, можете там рубануть что-то, а это реально подрез. Так что я бы, я бы тут так напрямую все это не сравнивал. Как по мне, вот эта конструкция, она более такая, ближе к ножу. Это все-таки это мачете, это другое. Вот он говорит, что комфорт в принципе нормальный, но вот конкретно ему нравится класть палец сюда на чел, в результате немного скрадывает, как бы получается, лишняя рукоятка, часть рукоятки. Не знаю, я этот нож не пробовал, мне трудно что-то сказать, но вот ему так нравится. Ну, товарищ должен продать свой ножик, вот он и это, и загаляется. Да, 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 да. О, из турбики мачете. Да, говорит о том, что вот у его типа типичный хват мачете, ну, посмотрим, вот это вот ему типа не нравится, а то ему нравится. Ну, ладно. вот что ему конкретно не нравится, как бы еще один недостаток, это то, что немного его так шатает этот нож, есть как бы люфты. Но нужно понимать, что, мол, типа это же прототип, вот здесь вот три нуля, в серийном образце, я вот смотрел видео, где серийного образца, там такого нету. Ну, а его нож, естественно, никаких тебе люфтов не имеет, не гремит, ничего. Ну, ха-ха. Маркетинг, троллинг, ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Да, это типа Mercedes S-класс Но если это Mercedes S-класс, то Bugatti Или Lamborghini И что вы выберете? Вот этот ножик Это зонта Вот это погани зонта А вот это Mercedes S-класс Опасайтесь сжечь Следующее разочарование Которое он испытал Ну не знаю Как по мне это достоинство То есть ты можешь потрясти нож И открыть его одной рукой Хотя это производитель явно не предполагал Его нож Вот этого вот лысого тролля Мы не можем Сколько ни трясти Одной рукой не открыть Ну и там он дальше покажет Что он этот нож носит в чехле Из пластика Соответственно Никакой проблемы тут нет Вложил в чехол и до свидания Че ты? Да-да-да Тяжелое лезвие Оно типа опасное Ну все такое Ему типа не нравится Что ты можешь себя Еще и тач И вот значит Он типа решил для себя Что должен быть нож Который будет зафиксирован В закрытом положении Потому что цена Которую вы заплатите Если вдруг это все откроется Ну по этому делу большое лезвие Оно будет так сказать Ай-ай-ай А вот у его ножа Типа там такое тяжелое лезвие Что гравитация Ну-ка я посмотрю Как рукоятку Вверх ногами покладешь Если кверху держать рукоятку Вот как он здесь держал Я посмотрю Как там гравитация работает Типа рукоятку притянет Да? Гравитация Вот поэтому Типа я решил выбрать Двойной замок Который замыкает Лезвие И в закрытом положении И в открытом Ну окей Безопасно Согласен Безопасно Это как бы да Нет Ну не отнять Ну все равно По-моему это чисто маркетинг Вот видите Вот так вот надо этот нож носить Ну и где он откроется Вот и где он здесь откроется Где вот это то что он нам рассказывал Типа А с другой стороны достал Потряс и открыл Вот тебе уже нож открылся Всего ножом так нельзя Трой Ну все Кажись пошла вот эта вот Абсолютная маркетинговая шняга Типа мы получили 500 штук Даже 2500 штук Ооо да 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 Все 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 маркетинг Типа иди быстрее Купи у нас Иначе потом Никогда больше Да 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 УС Ливери тайм Ооо Ооо Посмотрите сколько это стоит Посмотрите 250 евро Вот за это кусок Да если брать Вот если брать Вот то что было в видео Как его Апинель 13 Апинель 13 Стоит 80 евро за штуку Значит можно в одну руку взять Апинель 13 И в другую руку взять Апинель 13 Два Апинеля 13 У тебя будут в руках Еще один Апинель 13 Можно взять в рот И будут у тебя 3 Апинеля 13 Понимаете За цену одного Вот этого Вот куска Этого Д2 И Г10 Все 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 Дальше он пошел Это рекламировать Свою так сказать Продукцию Как вот он это все Кстати вот это вот Его изобретение Это Это магазин Для арбалетов То есть здесь Получается 5 или 6 стрел И вот такими вот Не хитрыми движениями Он позволяет Автоматически Перезаряжать Ну как автоматически Он позволяет Перезаряжать Арбалет Не доставая Стрелу из кольчана Не втыкая ее Как бы на место Ну что Прикольная штука Конечно Но как бы Я сказал Такое Да вот видите Вот у него стрелы Здесь в этом магазине Но опять таки Здесь Магазин ограничивает Размер стрел У вас ограничено Размер арбалета Ограниченный Размер Тетивы И дуг И соответственно Получается Что-то маломощное И как бы Смысла в этом особо нет Ладно Короче Чтобы вы понимали Да Идем дальше В общем Этот товарищ Он продает Продает Сейчас прямо То что у него Продается в магазине Типа мы Вот так вот Можно заряжать Этот магазин Для арбалета В целом Прикольная штука Но как бы Я как бы не это Ну и вот Как бы Конец видео Вот этот Лысый тролль Во всей своей красоте Что я могу сказать Ну конечно Ему нужно продать Этот нож Он нам его продает При этом Как бы еще Не забывая троллить Немецкое законодательство Не забывая троллить Своих конкурентов Прямых Он там И колстил Оттроллил Тем что патентно Их так сказать Поимел Он там Оттроллил Этот Валхала Который на самом деле Классный нож У которого куча фичей Которого у него ножа нет И он говорит Типа недостатки И фичи ножа Валхала Медгарда Или как он называется Медгарда Он типа Превращает В свои Так сказать Эти фичи Короче говорят Товарищ Полный тролль Что я могу По этому поводу сказать Ну Продавец Продавец И тролль Прям таки По полной программе Товарищ Оторвался в этом видео Ну Вас же интересует Как бы не только Как бы Что он здесь показал Но еще как бы Что я из этого видео Вынес для себя Так сказать По приколу Хорошего Сейчас там Дозвенит мой телефончик Вот дозвенил Кто-то Кто-то от меня отстал Итак Что из этого видео Вот Из видео этого Лысого тролля Я для себя вынес Ну Во-первых Я должен сказать Что у меня больше Больше в коллекции Ножей Которые попадают Под Немецкое законодательство Чем вот у него У меня их больше У меня вот У меня есть во-первых Опинель номер 13 Причем не тот Новенький Опинель номер 13 А тот Который Опинель номер 13 Со старым лого То есть Посмотрим этот Вибролог Пожалуйста Вот Видите Здесь лого Старое То есть Такая достаточно Древнючая версия Древнючая Огромнючая Огроменный нож Как я сказал Двумя руками Держите этот Опинель Он еще здесь Лаком покрыт Еще такая вот Прикольная Выставочная Фиговинка А очень мне нравится Очень кайфовый ножик Класс И да Я с ним могу Ходить по По Германии Потому что Здесь как бы Вот Вот такой вот Замочек Вот так вот Двумя ручками сложил А Пальцем себя задел Как всегда И вот так вот Ходишь с ним По Германии И вот если надо Что-то где-то Решить вопрос Нож даже не надо Открывать Просто так сказать Вот так И до свидания И больничка Вот такая вот Вот такая вот Штуковина Мне очень нравится Мне по кайфу У меня их даже два Это старый Есть новый Вот здесь же написано Что это Опинель Номер 13 И как пользоваться Замком Кстати название Замка здесь тоже Вироблок Указано Замок есть Классный нож Следующий Следующий ножик Это вот такая вот Наваха Посмотрите Наваха 51 сантиметр И этого ножа Тоже есть замок Он тоже вот такой Достаточно солидный И им тоже можно Пользоваться То есть вот Двумя руками То есть надо вот здесь Отогнуть Вот видите Замок отгибается И только после этого Ножик складывается И после этого Нож То есть Автоматический замок При этом Если Опинель Стоит 80 евро Вот это Наваха Стоит 70 евро То есть Намного меньше Чем вот то Что мы имеем У этого У этого Лысого тролля Йоргена Офигенско То есть тоже Можешь Если надо Взять двумя руками Плюс здесь еще Как бы вот видите Есть такого типа Щучка Вот такой вот То есть этим ножом Можно конкретно Так сказать И он тоже легкий Он тоже такой вот Прикольненький То есть И вот если здесь дерево То вот Дерево ли здесь Я не уверен Скорее всего Здесь какой-то пластик Чувствовать Ну не знаю По ощущениям Здесь какой-то пластик Но это тоже Офигенски Огромный нож С которым Я могу ходить По Германии С этим могу И с этим могу Ну и еще Я могу ходить По Германии Вот с этим ножом Это Херберс То есть Вы можете Посмотреть Здесь надпись Херберс И так далее Здесь даже указана Марка стали 420 То есть Это не просто так А целая 420 сталь Опять-таки Это Такая вот Модель Карманного ножа Которая Двухручная Модель Карманного ножа И она реально Вес Вот здесь реально Больше кило веса То есть Если такой вот Шняга Кому-нибудь Зарядить Куда-нибудь Так сказать Ну куда-то Этим можешь Зарядить То мало Не покажется Кило веса Минимум Здесь есть А то и два То есть Вот эта вот Часть Это полностью Металл То есть Видите Металл Вообще Металл Металл Вот эта часть Это дерево Тоже у нас Как бы На быклок И все Опять же Таки Этот обух Где-то там 4 миллиметра То есть Ну Ну Офигенски Конкретно Большие Вот такие вот Ножики То есть Ну Чтобы вы понимали Еще одного Ножика Такого Большого Чтобы я с ним Чтобы я с ним Мог ходить по Германии Меты Меня так сказать Не загребли Мне Мне как бы Оно не нужно У меня уже все есть И как бы Ну не нужен Мне еще один ножик Ну Ну чтобы мне не впарили Он мне Не нужен Ну не нужен Он мне Не нужен Он мне был Вот не нужен Он мне был Вот Вот Не нужен Не нужен Он мне был Вот это вот Вот не нужно Было Мне это все А Конкретно Мои мысли По вот этому Ножу Вы узнаете В моем Следующем Видео Как видите Я тоже Еще тот Тролль Не будь бомжом Ходи с ножом До следующего выпуска Тролль